Когда-то в детстве, глядя на своего любимого актера Арнольда Шварценеггера, он мечтал стать таким же, как он. Что ж, отчасти мечта сбылась. Тело и сила есть, а если позовут сниматься в кино, с удовольствием примет приглашение. Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, Алексей Шаев. Рязанский атлет, ставший первым, кто привез в Россию кубок престижного конкурса «Арнольд Классик», встречал нас на своей скромной кухне. Он уже и сам запутался в титулах, а звездной болезни нет и в помине. Даже самая нескромная просьба, например, снять футболку или показать содержимое холодильника, воспринимается с улыбкой. Рыба лежит, размораживается на вечер, арахисовая паста, все здоровое питание. Творог обязательно, маложирный, трехпроцентный. Кулинарным пристрастиям еще вернемся, а пока о главном. Как чувствует себя чемпион после грандиозной победы в Огайо? Третий раз я штурмую, скажем так, эту вершину, вот наконец-то мне это удалось. В предыдущие года 2012 это было третье место, в прошлый год 2014 это было четвертое место. Если, скажем так, в 2012 я был в принципе рад любому результату, даже попаданию в финал я был рад, и третье место было для меня каким-то там несказанным счастьем. Хотя многие говорили, ты мог стать и вторым, я говорю, да мне и вторым как бы не надо, мне и третье место было за счастье. В прошлом году целенаправленно готовился, да, чтобы поехать, победить, но вот как-то не получилось, не срослось, где-то сам, может быть, не доработал, где-то там невезение какое-то сказалось, стал четвертым. Учитывая ошибки предыдущего года, с тренером все исправили, да, то есть и пришли к победе. Когда-то стимулом заниматься спортом для Алексея послужили две черно-белых фотографии. В то время как остальные мальчишки с восторгом смотрели на героев картин команды и двойной удар, Алексей сделал вывод, ему пойдут сильные плечи. У фотографии висели, наверное, у родителей они даже до сих пор сохранились, фотографии Шварценеггера, маленькая, небольшая, и Ван Дамма висели надо мной, где я спал. Тогда о том, чтобы встретиться с легендой лично, не было и речи. Именно Арнольд сделал бодибилдинг популярным в самых отдаленных уголках планеты. Это новое поколение знает его как известного актера и губернатора Калифорнии. Для спортсменов Шварценеггер – лучший культурист мира, представляющий целую эпоху. От него веет духом вот этой внутренней какой-то силы. То есть, скажем так, человек, уже можно о чем говорить, начал заниматься, когда ему было там 14 лет, достиг значимых высот в этом виде спорта к 20 годам, уехал в Америку, да, и в 20 лет, скажем так, построил свою карьеру. То есть, о чем это говорит? Это говорит о внутренней силе, что у него есть стремление, у него есть коммуникабельность, то есть, он умеет общаться, умеет выполнять поставленные свои задачи, свои цели. Кстати, большинству спортсменов умение общаться как раз и не свойственно, чего точно не скажешь о рязанском бодибилдере. Возможно, в этот момент в нем просыпается другой специалист – юрист. Такому адвокату с сильными аргументами позавидовали бы многие, но, боюсь, ждать придется долго. Это не мое. Как часто это бывает в семье Алексея, никто серьезно спортом не занимался. Но пример в плане здорового образа жизни всегда был. Его родители никогда не пробовали табака и не употребляют алкогольных напитков. Сам спортсмен признается – диета диетами, но ничто человеческое ему не чуждо. Иногда хочется и сладенького, и даже, внимание, фастфуда, но все это исключение. Как только 4 кубика живота превращаются в 2, необходимы новые корректировки в питании. Соленых огурчиков мало, это вот то, что родители дают есть. А так соусы. Ну, это соусы именно диетические, то есть обезжиренные полностью. Никакого майонеза видишь? Никакого майонеза нет. Есть такой вот тоже соус, как бы он китайский, но здесь ничего такого вредного нет. Масло, опять же, растительное, как бы не используем. Вот льняное масло. Курица на гриле, цветная капуста, много овощей и рыбы. На завтрак традиционная овсянка и 4-х зерновая каша. Если девушка готовит вкусно, а с этим у Алексея Шаева проблем нет, то никакие диеты не в тягость. Но пельменей мы у вас не найдем. Креветки нет, пельменей нет, ягоды свежемороженые, когда хочешь сладкого. Черника, клубника. И целые стеллажи со спортивным питанием. У таких силачей все расписано по часам. Здесь все необходимое стоит на столе. То, что, допустим, утром принимаю, то, что на ночь принимаю, то, что принимаю, беру с собой на работу. То есть, к примеру, таблетниц сразу из дома, чтобы наложил, чтобы не забывать, допустим, первый, второй, третий, четвертый, пятый прием. Все как бы порошки, витамины. Все как бы это спортивное питание, не допинги. Все разрешено. Протеин стоит для суставов, для связок. Тоже ночные виды протеина. Ну, хлеба нету, хлебцы. Как пересадка волос способна вернуть утраченную шевелюру, так и бодибилдинг помогает обрасти мышцами. Такого тяжелыми сумками не напугать. Наверное, ощущение собственного тела. Контроль над собственным телом. Чувствуешь, как оно работает, как работает организм в целом, как он реагирует на какие-то виды нагрузки, на какие-то виды стресса. Со спортом он сроднился так давно, что легче перечислить, чем не увлекался. Только плаванию посвятил 9 лет. А были еще гребли, самбо, палеотлон, футбол, баскетбол, даже пожарно-прикладной спорт. А вот смотрите, название бодибилдинг – телостроительство. Даже тот же самый Бехман строит наше тело. И занятия бодибилдингом, они включают в себя ту же самую кардионагрузку. То есть мои тренировки строились. Помимо силовых я выполнял очень много кардио. Это сегодня. Он завсегдат из спортивного зала и личный тренер. А ведь первые штангу, гантели и турник ему лично сделал отец, который работал обыкновенным токарем. Потом появились гири, спандеры и боксерский мешок. И только когда вес снарядов стал слишком мал, Алексей пришел в настоящий тренажерный зал. За 200 килограмм поднимаются. Допустим, если жим ногами, там есть разные варианты. Там можно поднять и 800, и тонну. Опять же, много суставные приседания, становые тяги, жимы лежат. Там большие веса поднимаются. Какие-то определенные изолированные мышечные группы. Подъем штанги на бицепс, там французский жим. Здесь поменьше веса поднимаются, соответственно. Когда у Арнольда Шварценеггера спрашивали, в чем секрет его выносливости, он всегда говорил, как может быть в тягость любимое дело. Для простого человека максимальная просушенность, рельеф и мышечная масса – только слова, в то время как для бодибилдеров – это цель. Просыпаешься, видишь, тут появилась новая венка, тут мышца уже лучше отделяется. Кто-то называет это спортом все равно, кто-то называет это конкурсом красоты. Я все равно считаю, что это что-то среднее. Силовая тренировка проходит, но она как бы именно на первоначальных, на этапах самого строительства тела, да, то есть мы прилагаем физические усилия. Все-таки на сцене физических усилий прилагаются гораздо меньше. Алексей уверен – залог успеха, мотивация и четкое представление цели. Когда-то и он был всего лишь третьим в Рязани, потом покорил Москву и не раз достойно представлял целую страну. Цель у меня, скажем так, развивать наш вид спорта в нашем регионе, то есть поднимать, приобщать массы к занятию бодибилдингу. Относительно недавно Алексей Шаев стал президентом областной федерации бодибилдинга. Скажем так, приводят ко мне детей, вот в частности, с хоккея приводили, с боевых искусств приводили, чтобы поставить технику в каких-то определенных упражнениях. То есть где требуется сила, выносливость, да, то есть применяются многие упражнения с бодибилдингом. А по поводу целесообразности иметь гору мускулов, особенно если речь о женщинах, не стоит мерить всех по себе, уверен мой герой. Каждый живет, как он хочет. То есть я к такому отношусь, к такой категории людей, у каждого своя дорога. То есть мы потом сами поймем, да, правильной дорогой мы шли или нет. Сейчас Алексей Шаев собирается с мыслями и готовится штурмовать новые цели. Несмотря на яркие заголовки в прессе, знаменитый Арнольд не удостаивает личной беседы даже победителей. Кто знает, может именно рязанский спортсмен станет первым, ради кого легенда сделает исключение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова